приветствую зрителей канала мой дом крым и сегодня я хотела бы снова поднять вопрос кадастровой стоимости земельных участков и как ее можно обжаловать как платить меньше арендную плату как платить меньше налог за землю сегодня несколько ситуаций рассмотрим и начну наверное с того что кадастровая стоимость зависит от следующих моментов это ее площадь и и месторасположение т.к. кадастровый квартал в котором она расположена ее категория и вид разрешенного использования это четыре основных момента которые влияют на кадастровую стоимость и очень скрупулезно нужно обращать внимание насколько верно внесены данные хочу сказать что пятнадцатом году когда массово вносились 15-16 год массово вносились данные по земле тогда было очень много допущено неточностей либо некоторые данные вообще не были внесены кому сегодняшний ролик будет полезен это принципе всем категориям как из лицам так и горлицам фермерам у кого есть земля в собственности в аренде поэтому послушайте внимательно и проверьте еще раз свои выписки договоры и возможно вам информация моя сегодня пригодится я последнее время думала как можно обжаловать кадастровую стоимость чтобы платить меньше наук на землю и арендную плату но нашла для себя очень хороший выход как не обжаловать а просто пересмотреть кадастровую стоимость без всяких комиссий без судов и без проблем собственно начнем с простого обращаем внимание сначала на кадастровый квартал которым расположен ваш земельный участок вы берете номер из выписки кадастровой свой вносите в публичную карту в интернете и смотрите если расположение земельного участка соответствует тому месту где у нас по факту и расположен значит у вас все правильно но бывает такое что у вас земля находится за границами населенного пункта она показывается как границах населенного пункта или кадастровый квартал населенного пункта стоит либо у вас земля находится в красноперекопском районе в джанкойском районе а по кадастровой выписке кадастровый квартал присвоен ялты севастополя симферополя то есть с ошибкой это редко но тоже бывает конечно в таком случае у вас кадастровая стоимость будет завышена следующий момент смотрим на свой размер земельного участка то есть квадратные метры насколько они соответствуют вашему украинскому госакту если соответствует то все в порядке идем дальше категория земли эта земля может быть населенных пунктов эта земля может быть сельскохозяйственного использования эта земля может быть промышленности это водный фонд это в общем та земля которой вы пользуетесь имеет определенную категорию уточните посмотрите соответствует ли действительности ваша категория тому что написано в выписке дальше очень часто не проставлялся вообще вид разрешенного использования либо он тоже общий расставлялся вот например есть земля сельскохозяйственного использования сельскохозяйственного назначения а вид разрешенного использования общий сельскохозяйственное использование но под сельскохозяйственным использованием идет как допустим пастбище выращивание зерновых иных сельскохозяйственных культур это может быть сады и так далее эти все виды разрешенного использования также имеют разную кадастровую стоимость и определяется она по-разному также и арендная плата процент аренды определяется от категории земли и также от вида разрешенного использования поэтому очень внимательно смотрим на вид разрешенного использования если он вообще не стоял значит его нужно уточнить и по факту вам при уточнении то есть либо уточнение либо изменения вида разрешенного использования делается следующим образом вы пишете заявление орган местного самоуправления вам орган местного самоуправления устанавливает вид разрешенного использования согласно истребованного вами за ему в заявлении вида и вносится изменение в игре после этого вам выдается выписка уже с новым видом и соответственно с новой кадастровой стоимости вот вам пересмотр все если кадастровая стоимость осталась старая либо она не соответствует к постановлению республики крым а проверить это можно открыв официальный сайт министерства республики крым и там есть постановление которым утверждены расценки за квадратный метр категории по категориям по видам разрешенного использования если видите что там какая-то ошибка вы просто пишите письмо в госком регистр и обращайте внимание на то что у вас был изменен вид разрешенного использования изменены основные характеристики земельного участка пишите и на такой такого то такого то пишите номер тогда-то допустим у нас даже были случаи на предприятии когда в семнадцатом году были изменены данные но по факту кадастровая стоимость осталась старая в выписках пишется произвольной форме такое письмо что связи с изменением основных характеристик земельного участка просим пересмотреть кадастровую стоимость такого то участка можете в скобочках указать что именно было изменено и когда вам придет ответ и кадастровая стоимость будет пересмотрена выписки уже в следующий раз когда вы запросите выписку кадастровой стоимости уже будет стоять правильная стоимость это самый такой момент который вам поможет вам не надо будет обращаться в комиссию с обжалованием вам не надо будет идти в суд вам не надо будет назначать экспертизу для обжалования кадастровой стоимости вот такой простой выход когда вам нужно изменить арендную плату в случае если у вас договор аренды был заключен еще при украине точно также при пересмотре аренды стоимость оставалась такая же как при украине только она крови конвертированная была в рубли и оснований для пересмотра и и так такового и не было но вы сейчас можете уточнить вид разрешенного использования изменить его например если у вас земля просто сельскохозяйственного использования было вы пишете что прошу установить вид разрешенного использования выращивание и зерновых и сельскохозяйственных культур такой вам лайфхак вам перед выдается новая выписка после этой процедуры и нас вы подаете заявление пересмотре арендной платы согласно того что изменен вид разрешенного использования вам точно также будет пересмотрена арендная плата случае если конечно вам не нет уже возможности пересмотреть вид разрешенного использования либо это вам не выгодно делать либо нет у вас вообще никаких ошибок все точно и вы видите что кадастровая стоимость на самом деле заоблачная вы можете еще попробовать обратиться в органы местного самоуправления сейчас они все уточняют стоимость земли и согласно крымского постановления вам землеустроители органы местного самоуправления может пересчитать посмотреть насколько она сильно завышена и подать свои уточненные данные если на это местный совет не идет вам остается одно обратиться в комиссию по рассмотрению споров но если ошибок никаких не было то и основание остается единственное то есть доказать что кадастровая стоимость намного выше чем реальная рыночная стоимость в данном случае надо будет нанимать оценщика и как правило еще проводить экспертизу оценки если стоимость кадастровая отличается от рыночной более 30 процентов влетит это вам в копеечку не менее я думаю 60 тысяч если конечно еще вы не наймете юрист который будет потом обжаловать это все в суде и насколько пересмотрят тут все под вопрос и надо конечно смотреть насколько это все выгодно может быть вам проще пару лет еще платить налог или аренную плату от той кадастровой стоимости что есть уже через пару лет скорее всего уже будет новая оценка так как кадастровая стоимость действует в течение пяти лет потом она пересматривается и тут главное не упустить момент когда будет новая оценка новая кадастровая стоимость утверждаться дается месяц на ее уточнение и подачу возражений еще один вариант как уменьшить свои расходы это выкупить земельный участок если он у вас в аренде выкуп земельного участка осуществляется по заявлению при подаче заявления в органы местного самоправления либо в министерство имущественных и земельных отношений смотря у кого в собственности находится этот участок если он у вас был в аренде и если тем более на нем находятся какие-то объекты недвижимости то отказать вам выкупить не имеет права и вы выкупаете его по факту по рыночной стоимости но тут тоже есть нюанс в севастополе уже принят закон о том что постановление точнее о том что можно выкупить земельный участок юрлицам за 20 процентов от его стоимости кадастровой а физлицам 5 процентов если это под недвижимостью под жилой особенно застройкой поэтому в крыму по остальному крыму так сказать этого еще нет вы можете выкупить только по рыночной стоимости и насколько ваш участок оценят и насколько сейчас разница будет это с кадастровой стоимости вам нужно тоже прикидывать на выгоду может тоже стоит подождать год-два когда все-таки пройдут эти переходные положения все закончат действие и крым также примет постановление о выкупе земельных участков каком-то проценте от кадастровой стоимости вот тут уже выгода я думаю выкупа этих земельных участков однозначно будет хотя и сейчас некоторых случаях лучше выкупить чем платить так как есть чем на этом я хочу закончить сегодня ролик и если какие-то вопросы касаемо именно этой тематике пишите я думаю смогу подсказать удачи пока пока